Так, друзья, сейчас мы покажем выдёртку этой хитрой собаки. Хочете, да? Можно! Молодец, девочка! Молодец! Хорошая собака, хорошая девочка. Я даже, короче, ставил и уходил в другую комнату, она не брала. Ты умная собака, умная собака. Молодец, молодец, молодец. Всё. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всё, 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 съел. Молодец, молодец. Выступил хорошо. Сумасшедшая. В общем, закупки сделаны. Братва сборим. Мы едем кататься с ночёвкой сегодня. Да. Давайте, ребята, что скажите? Все готовы? Они сейчас разойдутся. Они не всегда такие скучные. Они сейчас разойдутся. Сейчас будет весело. Да. Мы заехали в прокат. Вон наши доски. Май доска меня с вчерашнего дня ждёт. На две ноги, да. Сколько здесь прокат стоит? Готов кататься, брат? Да, брат. Ну, бывает, что завтра будет очень холодно. Поэтому надо сегодня успеть постараться. Завтра даже прокат, скорее всего, не будет работать. Так что сегодня катаем. Так, это танк, а не машина, да? 100%. Смотри, что происходит вообще. Давай доску с... Давай, брат, вот ботинки. Нет, так порвёшь кожу аккуратно, ёбка. Это тебе не... ВАЗБАКС. А, да. Да, ну вам там неудобно будет? Ничего, ничего. Справимся. Ехать пять километров. Все, залетаем. Давайте. Берегите голову, называется. Я на джинсы не буду снимать. Я на джинсы один буду, да. Ну, чё? Как дела, ребята? Ну, походу, завтра сдох. Короче, взяли сноуборд, закупили с едой самое главное. В принципе, все хорошо, все классно. Дальше больше. Дальше увидите. Роди, летс гоу. В общем, наша тусовочка немножечко разделилась. Ребята, остается здесь, чтобы... Остались только самые стойкие. Да, остается, чтобы поухаживать за нами. В общем, чисто братская поддержуха. А мы идем кататься. Чё, как у вас? Нормально? А я в шашку их делаю. Спасибо за заботу, братан. Чтобы вы поняли, как холодно. Посмотрите на эти длинные ресницы. Уху-ху-ху. В общем, наша команда не сдается. Мы намереваемся покорить сегодня эту гору. Да, это оказалось сложнее, чем мы думали. Не так просто, да? Да, да. Но ничего. Без инструктора особенно. Ребята, очень холодно. Но мы здесь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Всё, я, я прекращаюсь с ним. Братан, у меня глаза прилипли, я не могу открыть. Помоги. А ну-ка покажи. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Камера от холода выключается. Мы тут такое исполняем. Давай попробуем еще брать. Please don't turn up. Let's go. Так холодно, что она вырубается. Погнали? Я не знаю, завтра, говорят, будет 25 минус. Это жестко. В общем, у нас здесь офигенный дом. На втором этаже спальня. Это одна гостиная. У нас, получается, два дома. Они соединены. Здесь у нас сауна. В общем, все дела. Мы уже включили. Сейчас будем отогреваться. Было очень холодно. Опять вырубился. На улице вырубился опять. Я там шашлык, мошлык. У нас целая история была. А он взял и вырубился. Вообще не работает. Покинь на улице. В общем, ребята, там был шашлык. Ребята очень много всего интересного сказали. Но это осталось за кадром. Мы приехали с братьями, с папой и, самое главное, с дедушкой. Поиграть в бильярд. Так. О, смотрите, как серьезно здесь все. Господа, здравствуйте. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Какая компания? Мастер. Мастер. В общем, будет весело. Арсен, ты как вообще поживаешь? Где ты был вообще? Все по тебе скучают. Все подписчики пишут. Где Арсен? Да не может быть такого. Как у него дела? Я так понимаю, это коктейль Арсена, да? Вода какая-то. Умеет красиво жить, а? Смотрите. Вода какая-то. Понятно. Ладно, давайте играть. Тук-тук, ребята. Время для утра. Через пару часов мне ехать в аэропорт. Я вообще не спал. Вчера тоже спал совсем чуть-чуть. В общем, у меня конкретные проблемы со сном. Столько всего. Я не знаю, когда я спал стать таким востебленным. Вообще не понимаю. Слава Богу, мне не нужно собирать чемодан. Так что хоть что-то. Хоть что-то. Но завтра обещает быть очень тяжелый день. Потому что физически я дико измотан. Но ничего. Это жизнь. Погнали. Долгое утро. Добро пожаловать к Ленинград, друзья. Очень красиво, кстати. Ребята, только посмотрите на это. Балтийское море. Такая красота. Зимой я так на море, наверное, и не был. Не помню, чтобы я был. Знаете, вот куда. Туда, когда можно совместить работу и немножко отдохнуть. В общем, дела мы и закончили. Можно сказать, приехали к нашему дорогому другу Татулу. Он нас очень гостеприимно принял. Судя по столу очень гостеприим. Судя по столу очень-очень. Это уже мы весь день кушаем. В общем, это заведение славится тем, что здесь можно покушать рыбку прямо вот с Балтийского моря. Свеженькую каждый день. Вот. Но это и красный вид, и хорошее настроение обеспеченное. Ребята, мы приехали в отель. Это Нестельбек. Выглядит как замок, но при этом, смотрите, как круто сделан. Он частично очень в стиле модерн сделан. Большие витражные, панорамные окна и так далее. Вот. Внутри тоже очень стильно выполнено. Здесь есть рог, там есть места для... Сзади есть всякие конные, стильба, я не знаю, рыцарские турниры. В общем, очень аутентично выполнено. Сейчас посмотрим, что внутри по номерам. Но в целом Калининград очень крутой городок. Очень уютный, такой маленький, но при этом очень напоминает европейский город. Но это же раньше было в Германии, по сути. И эта местность называлась Нестельбек как раз таки. Именно поэтому так называется отель. Ну что, идем смотреть номер. Я там уже был, покажу вам. Здесь, конечно, все пампезненько. Это стандартный номер, он стоит где-то около трех тысяч рублей. Здесь есть, по-моему, балкон. Да, есть балкон. Сейчас он не актуален, но в целом тут уже все работает полным ходом. И вот такая вот ванна. В целом все, что нужно для жизни есть. И за этой тысячи рублей, мне кажется, в Калининград вообще можно прилетать, учитывая, что здесь сам билет на самолет стоит 2,5 тысячи в одну сторону. Ну, пять туда-обратно. И номер на выходные спокойно, круто, море есть. Лето там очень круто, можно время проводить. Так что возьмите на заметочку. В отеле очень много необычных локаций. Например, вот это. Смотрите. Что там внизу? Внизу коммуникации. Где-то пивоварня. Что это? Похоже на какую-то лабораторию. Очень крутой отель. В общем. Достательно рекомендую. Несельбек. Так, друзья. Представляю вашему вниманию собор имени Эммануила Канта. Этому собору больше 750 лет. Кстати, если кто не знает, Калининград это бывший немецкий город Кёнигсберг. И Эммануил Кант это родоначальник классической немецкой философии. Вот. Одна из его цитат, которая мне очень нравится. Которую я только что вычитал. Гласит. Там фотографируется. Значит цитата гласит. Характер это способность следовать собственным принципам. Мне нравится. Кстати, мы даже застали. Ага. Город вообще несет в себе вот культуру. У него очень много немецкого ощущается. И в архитектуре. И в инфраструктуре. В общем, в целом, есть ощущение, что это немецкий городок. Европейский. А это Петр Первый. Спасибо Татулу. Потому что я думал, что это Кант. Я тоже думал. Потом смотрю. Да, да. Там потом написано. Петр Первый. Да. Вот здесь вот похоронен Эммануэль Кант. Вот. Его могила. 1724-1804 год. Он прожил всю жизнь. А там, кстати, синагога. Вот это вот здание. Это синагога. Блин, город очень крутой. Мне очень нравится. Ну что, пойдемте. Еще немножко информации о Калининграде. Значит, во время немцев, да и сейчас, город окружен, получается, водой. И во времена немцев поднимали мосты и полностью город закрывался на всю ночь. И было всего четыре пункта, где можно было пройти. Были ворота. И это вот основные ворота. Сейчас из них сделали музей. Называется «Королевские ворота». Также во времена войны, когда здесь происходили боевые действия, всем вот этим трем королям снесли голову пушками. И немцы профинансировали восстановительные работы. И сейчас крали на месте. В чемпионату миру готовились. Сделали, да? Вот это. У нас стадион был. Игры проходили. В чемпионату миру гулянцы денег дали. Мы это восстановили. Здесь дети играли. И вот все четыре кругом. Аса, аса. Я не знаю. Вот тоннели мы в Калининграде обвязывали. И водой затоплены. Вот основные ворота при рыцарях, крестоносцев. Основные ворота заходов в Калининград. С трех сторон вода. И за водой внутренняя сторона Калининграда до Кёнинсберга. Вот такими бункерами обвязываем весь Калининград. Вот такими. Брат, там высота потолка. Кирпичная кладка, красного кирпича. Кладка, не бетон. Толщина стен полтора метра. Высота? Или толщина? А высота? Обыкновенные. Они там арки. Вот без остановки за ним вход в бункер. Вот видишь? И мы сейчас поднимемся все эти входы в бункер. С наружной стороны вода. Там на лошади, на конях не могли эти крестоносцы попасть в город. А мосты поднимают. Все, они не могут в город попасть. Кругом вода. И вот такими бункерами весь Калининград окружен. А еще подземные бункера. Немцы, когда отступили, они затопили. Ничего себе! Эти ребята, в общем, серьезно были подготовлены. Но все равно теперь это Калининград. Теперь это Калининград. Ну наши до Берлина дошли. Ты что? Да, да, да. Вот заходы в бункер. И по этим бункерам можно обходить Калининград по кругу. Ага. Патерна. Вот это Апсипка. Это не гора. Это Апсипка булка. И внешняя сторона берега. Вот так немцы увидели. А вот это вода, получается, как раз. Да, вода замерзла. И вот, чтобы враги не могли попасть в город или там через реку. И здесь по кругу смотревее башни. Вот. Вот так это граница города. С четырех сторон. В общем, спасибо за информацию. Пожалуйста. Следующий пункт программы – это ресторан «Лидюэйт». Это пивной ресторан. Здесь же находится пивоварня по классическому рецепту. Пивные бочки брожения находятся под землей. Где-то шесть метров. Там выдержана специальная температура для того, чтобы изготавливать живое пиво. В общем, мы взяли дегустационный сет. И строганина – это блюдо, которое обязательно нужно здесь попробовать. Закуска классическая. В общем, сейчас будем все пробовать. Мне Калининград все больше и больше нравится. Выходим из нашего замка с утра пораньше. Калининград – опасное место, друзья. Затягивает, затягивает. Я вам так скажу. Мы с моим братом еле проснулись. Очень мало спали. В общем, едем. По армейски все получилось. Вчера газанули. Вот. Так что еще одна бессонная ночь. И путешествие зовут нас. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Опа. Аэропорт Храброго. Очень подходящее название аэропорта в данном случае. Я бы его назвал еще смелого, никогда не остановилого. Ну и что-нибудь такое в общем. Просто не верится, что мы улетаем. Мы сделали максимум, мне кажется. Я знаю точно, невозможно и возможно. Так и с ума влюбиться так неосторожно. Не опускать себя, что же там днем и ночью. В общем, невозможно и возможно. Мы на самолет успели. Мы летим в Москву. В ровно один день мы все сделали. Газанули и летим обратно. Ленинград. Чао. Друзья, всем привет. Эти два дня были очень жесткие. Слишком много трансформаций. Но в целом мне не привыкать. Потому что жизнь очень быстро меняется. И я постоянно должен успевать за этим летом. Я подумал, что мне нужно сегодня поправить свое состояние. И поэтому я иду на правило. Вы идете вместе со мной. Не знаю, были вы до этого или нет. Но это очень прикольная штука. Пойдемте покажу. Друзья, добро пожаловать в правило Москвы. Смотрите, как здесь круто. Здесь гвозди. Вся перебутика. Ну и собственно сам агрегат. Паша. Да. Расскажи, пожалуйста, что это такое. Знакомьтесь, это Паша. Он будет сегодня обрабатывать меня, видимо. Расскажи, что это такое. Как этим пользоваться. И для чего это полезно. Так, правило. То есть, эта конструкция собрана из лиственницы по золотому сечению, соответственно с жирными мирами, для сохранения энергии, да. То есть, для чего это нужно? Если боли в спине, если бы была травма, если спазмы, зажимы в спине, я причем в отделе гурных в любых отделах. Этот тренажер поможет все зажимы, все блоки снять. Так же вытягивает позвоночник, вытягивает все суставы, все стоит на место. То есть, начинает межсуставная жидкость гоняться, то есть, межклеточная, все начинает улучшаться. То есть, для здоровья, для снятия психоэмоциональных зажимов, очень хорошо прорабатывает. В общем, это моя штука. Да. Ну, посмотришь. Пойдем, у меня все гивать уже туда. Погнали. Все? Да. Погнали. На эфир. Так получилось, что я пришел сюда совершенно за один, а получаю еще добавок себе наставника по акробатике. Я тут делился с Пашей, что я там стойки на руках, практикую все дела, и он мне тут такое показал, я офигел. Приходите в правила. Так что, да, приходите в Паша. Паша очень крутой. Он очень круто вообще все показывает, рассказывает. Он такой хороший проводник в эту историю. Хорошо. Спасибо большое. По благу. Возвращение Бурного Студа. Здравствуйте, здравствуйте. Я тоже рад вас видеть. Привет. Привет. Привет или нет? Привет, какова. У меня нет сиденьких. Привет, каковы? Па, па, па! Что творится, что творится? У меня нет! Что творится. я так предполагаю что вот это здесь мое а это это понимать от чего я отказываюсь смотрите это тоже мне можно ну ладно ну вот это невозможно это невозможно мама что ты творишь обратно бриллиант смотрите кто тут у нас на связи семейное время самое ценное крутое время у нас застолье мы любим семечки раньше мы делали это гораздо гораздо чаще америка ты где надеюсь смотрите время 8 утра вчера ночью я насмотрелся своих волков очень сильно смотивировался решил сегодня начать день правильно расписал себе его можно сказать практически весь у меня все по плану так что сейчас вот и не ритуалы делаем все быстренько вместе давайте ты соединяйтесь а потом у меня будет каталочка ну и дальше там по плану пройдемся посмотрим что из этого выйдет ну что я все сделал осталось выпить свои пилюльки здесь у меня спирулина хлорелла витамин а е б омега ну в общем все самое полезно все натуральное все полезно и с собой берем замоченные орешки это перекус на весь день еще поймали ну что посмотрите на эту красоту никого нету солнечная погода немножко холодно но это все фигня главное есть доска и есть горка ну что ребята лучше начало дня невозможно представить ого Продолжение следует...